Всем привет! Я очень давно не делала совместных интервью, и сегодня у меня на канале самые взрослые гости, которые когда-либо были на моём канале в качестве гостей. Тамара и Валентин. Здравствуйте! Здравствуйте! Так символично получилось, что встретилась я с этой приятной парой именно на 9 мая, и именно 9 мая мы записываем это видео. Поэтому, когда я буду задавать Тамаре и Валентину разные вопросы, мы, конечно же, не обойдём и тему войны. А ещё почему? Потому что я знаю, что Тамара, она блокадница, и она имеет этот статус, и мне очень интересно, кому в России дают этот статус. Тамара, расскажите, пожалуйста. Статус жителя блокадного Ленинграда, я имею в виду детей, дают тем, кто прожил во время блокады, начиная с 8 сентября 1941 года, не менее 4 месяцев. Мы прожили 7 месяцев. Поэтому мы были удостоены этого звания. Спасибо, Тамара. И сейчас я хочу открыть ещё больше информации и ошарашить вас, потому что вот эта пара, она переехала в Израиль всего лишь 5 лет назад. То есть в возрасте почти 80, да? 76. 76, да. Вот и когда вы спрашиваете, поздно ли переезжать в 50, вот пример, когда люди переезжают в 76 лет. И мы, так как этот праздник, День Победы, вот сейчас у нас в первую очередь, я хочу вернуться к этому празднику, поздравить вас с этим праздником. Спасибо. Потому что вы имеете прямое отношение к нему. И всех моих зрителей, кто отмечает, отмечал этот праздник, хочу поздравить также с Днём Победы. И пожелать мирного неба над головой всегда и везде, где бы вы ни жили. И мы вернёмся к вашей истории, потому что лично мне эти годы, они очень далёкие. И историю я учила, но так как она была где-то там далеко, понятно, что я не воспринимала это, ну, так, к себе как-то близко, да? Но я вижу вот перед собой людей, которые прошли всё это. И вот скажите мне, Тамара, когда началась война в 41-м году, что вы помните? Я понимаю, что вы были маленькой, но у меня тоже есть маленькая дочь, и она помнит такие вещи, которые я даже не верила, что она может запомнить. Вот что, какие ваши воспоминания о войне? Что вы помните в самом начале в Ленинграде, когда... Война началась 22 июня 1941 года, а 23 июня мне исполнилось 3 года. Так, ну, это маленький возраст. Была у меня сестра, которая исполнилась 4,5 года. Папа сразу ушёл на фронт, с нами осталась только мама. Мы ходили в детский сад, детский сад был от папиной работы, он был на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, тогда Ленинград. А мы жили в центре города, поэтому добираться до туда было очень далеко. Поскольку мама осталась с нами одна, она в детский сад нас возила на санках. Тогда уже с транспортом были проблемы, поэтому на санках она нас везла вдвоих. И через мост по... через Неву, когда мы ехали, как раз началась бомбёжка. И вот этот факт, что мы... началась бомбёжка, мама побежала, это я хорошо помню, а где-то с боков я видела, как падают люди. Вот. Вроде я была маленькая, но вот это воспоминание во мне, видимо, так глубоко засело, что просто его исключить невозможно. А потом вы поехали в эвакуацию, и вы ехали по дороге жизни. Что такое дорога жизни? А расскажите, что вы помните с этого? Мы прожили в блокаду семь месяцев, и когда уже было истощение, уже не было сил маме с нами быть, нас директор завода, на котором работал папа, погрузил буквально на последнюю машину, которую вывозила сотрудников из Ленинграда. И единственный выход был по дороге жизни, по льду Ладожского озера. Это была зима, лёд? Это было уже начало весны, начало апреля, и лёд был уже местами очень тонкий. И вот мы ехали на машине, машина ехала по льду, как по асфальту, и местами машины проваливались под лёд. И вот эта картинка тоже у меня перед глазами, даже как сейчас. То есть на ваших глазах, вы хотите сказать, вы видели перед собой машины, которые ходили под лёд? Да, может быть, они были не перед нами, потому что мы, видимо, по твёрдому льду ещё успели проскочить, наша машина. Но, видимо, были места такие уже. И наша машина благополучно проскочила эту дорогу. Так нас вывезли из осаждённого блокадного Ленинграда. И вас повезли в эвакуацию в Есентуки, да? Да. Потом нас посадили на поезд, и мы уехали в Есентуки. Приехали в Есентуки, там ещё было спокойно. Но через какое-то время уже пришли туда немцы. И вот тогда уже надо было бежать оттуда. Куда вас дальше перевезли? Нас перевезли в Казахстан, где мы и жили до 1945 года. Казахстан, не Узбекистан? Нет, в Казахстане мы были. Деревня Ивановка. А, деревня Ивановка. Да. Потом, после войны, я так знаю биографию, потому что я немножко познакомилась с ней. Ведь я хотела очень раскрыть судьбу и историю жизни. Поэтому не удивляйтесь, что я знаю биографию лучше, чем свою, да? И вот закончилась война, и вы вернулись в Питер, да? Да. Папу вызвали с его завода. И тогда мы смогли вернуться. И прожили в Питере всю свою жизнь. Легкие времена, тяжелые времена. И потом, вот 30 лет назад, ваш сын, он репатриировался в Израиле. А вы остались в Питере. Скажите, пожалуйста, почему вот вы остались тогда в Питере, не поехали с сыном, а репатриировались только спустя лет, 5 лет назад? Когда он уезжал, у нас на руках была мама моя, которая с нами была в блокаде. И она была в очень тяжелом состоянии, нетранспортабельная, и поэтому мы не могли ее оставить. И мы вынуждены были остаться с ней. А потом, когда мама ушла из жизни, очень серьезно заболела моя сестра. И через какое-то время скончался ее муж. Кроме нас, никого у нее не осталось. И она очень тяжело перенесла смерть мужа, и поэтому мы должны были помочь ей выйти из этого состояния. На это ушли тяжелые многие годы. Но когда мы ее вывели из этого состояния и смогли начать собираться, то мы вместе с ней приехали сюда в 2015 году. Вы приехали сюда, в Израиль. Как вы себя здесь ощущаете? Несмотря на то, что мы прожили всю жизнь в Ленинграде, потом в Санкт-Петербурге, в таком прекрасном городе, мы приехали сюда, как будто бы мы приехали домой. Не в Питер домой, а сюда. Какая-то необыкновенная аура здесь, которую мы почувствовали, и она нам очень близка. Поэтому нам здесь хорошо. Ну это очень здорово. Скажите, а у вас есть вот эта ностальгия по Питеру? Все-таки вы уже пять лет здесь живете. Вот есть такое, что хочется либо назад, либо вот смотрите какую-то новость, и вот такая прям ностальгия что-то? Может быть, это удивительно будет, но я могу сказать, что ностальгии как таковой у нас нет. Потому что Петербург, он весь в наших головах. Он у нас перед глазами. Каждый уголочек Петербурга у нас перед глазами. Поэтому кто бы, что бы, не говорил, какое бы воспоминание у нас не возникало и не всплывало, мы как будто в этой атмосфере находимся. Что-то ностальгия. Так. Можете лет 25-го назад, не помню, 30-го. Так встречала одну женщину из Нью-Йорка. Вот. Ну и я один там группу встречала. Вот она выходит, пройдя через пограничников. Ностальгия прошла. Вот вы ветераны Великой Отечественной войны. Скажите, как вы себя ощущаете здесь в Израиле? Вы чувствуете, что Израиль заботится здесь о ветеранах? Или как-то вот так незаметно это всё здесь проходит? Вот вы жили в России и жили там. Как? Есть разница по отношению к таким людям, как вы? Поскольку у меня есть с чем сравнивать, я могу сказать, что в Санкт-Петербурге отношения к ветеранам войны и блокадников, которые приравнены к ветеранам войны, отношения очень внимательные, очень тёплые. Нам давали такие же льготы, как и им, и во всех областях. И в медицине, и в культурной жизни, и в материальном плане. Поэтому в этом отношении я считаю, что здесь недостаточное именно к этой категории людей отношение. То есть вы получаете все те же льготы, скидки, которые получают обычные пенсионеры. Плюс к этому вы ещё относитесь к вот этим шоу, да? Да. Кто пережил катастрофу. Всё. А сейчас вот был праздник, сегодня был праздник 9 мая. Как-то отметили вас? Как-то кто-то, не знаю, подарили ли вам, может, что-то? Либо поздравили со стороны государства? Персонально, конечно, нет. Но надо отдать должное, что сегодня тот Мадон, в который мы ходим... Клуб Мадон, это клуб. Да, Диана Циньшуа, организовал экскурсию. И поэтому люди были заняты приятным военпопровождением. Общество ветеранов войны, где мы состоим на учёте, тоже 6-го числа сделало концерт при участии ветеранов, хора ветеранов Хадеры. И собрал нас. И, конечно, вот такое массовое поздравление было. Культурные мероприятия, которые немножко развлекают вас. Но персонально нет. А какие вот... Вы живёте уже 5 лет в Израиле. Наверное, уже в вашей голове нарисовались какие-то плюсы и минусы жизни в Израиле. Вот что вам нравится в Израиле и что не особо? Вот это первый вопрос, который меня осветило. Это отношение к пятибурным граждан. Это первое. Потому что я чувствовала это в Питере по-другому. Потом с медициной мы сталкиваемся. Это для нас большая проблема, поскольку в таком возрасте нам, конечно, необходимо часто там пользоваться этими услугами. Большие очереди к специалистам. И, конечно, проблема с языком, чтобы помогали нам. Надо вам, чтобы помогали переводить. Когда не может кто-то персонально с нами ходить, чтобы кто-то помогал. Это тоже бывает очень не хватает. А плюсы? Вот это израильская аура и отношение в такое теплое, домашнее. Вот оно создает соответствующее настроение, желание здесь жить. Что стирается вот эта грань свой-чужой. Все как будто свои, да? Такое ощущение? Да. Вот был случай, я на днях шел по улице один без меня. Устал, прислонился к стойбур. Так? Такое. И подсказки, там недалеко кафе было. Мужчина, ну, молодой, чуть-чуть. Пожалуйста, садитесь, вам нужно отдохнуть. Да, да, я знаю, что многим пожилым людям здесь сразу, если видят, предлагают помощь. То тележку дотащить, то самому. Да, такое отношение. Действительно, оно заметно и очень приятно. Мы затронули с вами тему иврита. Вы сказали, что тяжело, потому что не знаете язык. Но вы как-то пытались его учить? Или, может, сейчас изучаете? Мы закончили ульпан здесь. И сейчас продолжаем его учить. У нас организовали кружок с преподавателем. И мы продолжаем обучение. И продолжаем просто, чтобы, поскольку не хватает общения, мы продолжаем хотя бы таким способом немножечко узнавать язык. Ну, это здорово. Я считаю, что у вас есть желание, что у вас есть вот этот стимул. Анатмур, ландим и в нит. Это здорово. Верша. Да, и сейчас. Они учат иврит сейчас. Это очень хорошо. И не говорите мне, что в 40 лет невозможно выучить. И нет желания. Вам уже сколько лет? 82. Да, женщин нельзя спрашивать, но я думаю, можно. Это не секрет. Да, это не секрет. Если я до начала войны родилась, то всем понятно. Спасибо, спасибо за такой теплый разговор. Я очень рада, что встретила вас именно на 9 мая и смогла лично и персонально вас поздравить с этим днем. И я думаю, что моим зрителям тоже было интересно послушать вот такую личную историю и жизненный пример людей, которые, несмотря на трудности, оставили на своем лице вот такие теплые улыбки и продолжают дарить их людям, проживающим в Израиле. И если у вас есть вопросы, возможно, к Тамаре и Валентину, пишите их в комментариях. Мы передадим их лично, и они на них ответят тоже в комментариях. А на этом все. Всем пока. Всех еще раз с праздником. И спасибо вам. Спасибо вам. Долгих вам лет жизни. До 120, как желают в Израиле, на своих ногах и светлой головой. Спасибо. Всем пока.